Ну что ж, начнем. Крупный пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Жанаузене. Огонь вспыхнул примерно в 11 часов вечера. Пожарные уточнили. Возгорание началось в компрессорном цехе площадью в 1000 квадратных метров. Наш собственный корреспондент из Магистау Жанар Масугутова сейчас с нами на прямой связи. Жанар, добрый день. Расскажите, что произошло, нет ли пострадавших и какой ущерб нанесен предприятию? Жанар? Да, Жалгас. Самое главное, жертв и пострадавших нет. Это произошло ночью и несмотря на то, что площадь возгорания была огромной, ликвидировать пожар удалось в течение 15 минут. В результате была повреждена несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. Основное оборудование не пострадало. На место происшествия выехали 11 пожарных машин. Эксплуатация завода была прекращена лишь на несколько часов. Сотрудники ДЧС разбирали разовалы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Для этого создан специальный штаб. На сегодня сообщили, что завод возобновил работу в прежнем режиме. На данный момент загруженность завода составляет порядка 30% от мощности. Но в Казмуной газе заверили, что сбоев по обеспечению жиженным нефтяным газом не ожидается. Жителям Женаузена рекомендовали закрыть окна в связи с возможной утечкой химикатов. Однако у Акима города Женаузен есть свое на этот счет мнение. Данная информация не соответствует действительности, так как соответствующими службами был взят отбор профгазоводочной среды по городу и по газоперебаченному заводу. Испытывающих вредных примесей ни газа не выявлено. Количество жиженного нефтяного газа во складах готовых продукций завода обеспечит потребность региона ориентировочно на более чем двое суток. Имеется возможность производить альтернативные поставки жиженного газа. Жалгаз, к этому часу у меня все. Я передаю слово вам. Спасибо. Спасибо, коллега. Мы будем следить за развитием событий.